Добрый день, гости и подписчики канала Домашний Обзор. Я думаю, у каждого возникала ситуация, когда срочно нужен был микрофон. Желательно самый дешевый. На 1-2 дня, чтобы с ним не жалко было расстаться. Или просто не было денег на хороший микрофон, а покупать за дорого дешевый микрофон было жалко. Поэтому сегодня на обзоре самый дешевый микрофон от фирмы Defender. Модель MiG-109. Поехали! Микрофон упакован достаточно хорошо. Упаковка тоже информативная. Мы видим, что это микрофон для PC с присоединением 3,5 мм джек, с длиной кабеля 1,8 м. И он не требует установки каких-либо драйверов. Комплект состоит из микрофона, инструкции и гарантийного талона. Внимание! Цена микрофона составляет всего лишь 190 рублей. И продается он во всех магазинах. Я лично покупал его в Ашане. Теперь перейдем к тестам. Посмотрим, стоит ли он своих денег. Итак, начнем тест микрофона от компании Defender. Модель MiG-109. Тест максимально честный. Звук необработанный. Все балзунки в 0 дБ. Настройки микрофона. 80% громкости. Усиление плюс 10 дБ. В случае возникновения критики. Просьба учитывать низкую стоимость микрофона. Данный микрофон стоит всего лишь 190 рублей. И он продается в России. Его не нужно ждать с Алиэкспресс целый месяц. А то и больше. Для комфортного общения. Хватит этих настроек. Но микрофон надо будет держать у источника звука. Чтобы использовать его по назначению в качестве петлички, следует добавить еще плюс 10 дБ. Закрепим он на одежду, добавим 10 дБ. Вот сейчас он закреплен уже на одежде. Плюс 10 дБ дает возможность общаться комфортно. Но нам мешает высокий уровень шума. Что делать с этим? Я рекомендую пользоваться программами шумоподавления. Либо общаться в Дискорде. Так как там есть встроенное шумоподавление. Я лично либо общаюсь в Дискорде, либо использую программу Крисп. Она позволяет убрать шум полностью. Давайте замерим фоновый уровень шума в двух режимах. В плюс 10 дБ. И в плюс 20 дБ. Режим плюс 10 дБ. Микрофон находится около источника звука. Замеряем фоновый шум. Фоновый шум есть, но он минимальный. Добавляем плюс 10 дБ. Режим плюс 20 дБ. Микрофон на одежде. Но уровень шума уже выше. А теперь мы включили шумоподавление. Режим плюс 20 дБ. Микрофон на одежде. Шум отсутствует. Данная программа позволяет общаться 240 минут в неделю бесплатно. Это не реклама. Я просто сам ей пользуюсь и вам рекомендую. Либо общайся в Дискорде. Там совершенно бесплатное шумоподавление. Вы сами все слышали. Микрофон звучит довольно достойно. Я и до сих пор на него записываюсь. Только сейчас у меня режим 80% громкости, плюс 20 дБ усиления и включенный шумоподавление. Почему я не тестировал микрофон в других режимах? Например, 100% громкости, 60% громкости или плюс 30 дБ усиления. Я просто до этого посмотрел почти все режимы и в режиме 100% громкости даже при усилении 0 дБ очень высокий фоновый шум. В режиме плюс 20 дБ на 80% шум ниже намного, чем на 100% 0 дБ. Если брать громкость 60%, то там нет шума, но очень тихий звук. Если мы добавляем плюс 20 дБ, шум практически такой же, как на 80% громкости. Если мы добавляем плюс 30 дБ, шум очень высокий. Как на плюс 60% громкости, так и на 80% громкости. Поэтому идеальный вариант это 80% громкости, 20 дБ и шумоподавление или без шумоподавления. Если микрофон держать в руках рядом с источником звука, то 80% громкости и плюс 10 дБ усиления. Обзор получился достаточно коротким, но я думаю уже все понятно. Поэтому подведем итоги. За 190 рублей мы получили рабочий девайс. Есть микрофоны и лучше, только они стоят дороже. Назвать этот микрофон плохим за его цену я никак не могу. В тестах он показал себя отлично. Этот микрофон подойдет в основном для общения. В дискорде, в скайпе, возможно для участия в каком-то совещании. Но на больше рассчитывать не стоит, цена говорит сама за себя. Но при должных навыках и умениях обработки звука, с помощью этого микрофона можно даже озвучить видео. Но делать этого не стоит, лучше купить более профессиональный и хороший микрофон. Для этого можете посмотреть мой прошлый обзор на микрофон Hyper. С ним можно даже постримить. И вообще, кто пойдет спонтанно покупать микрофон за 200 рублей для проведения стрима? Бред какой-то, да? А вот когда друг срочно зовет поиграть, а у тебя микрофон сломался, и тебе срочно надо купить какой-нибудь микрофон, причем неважно какой, лучше взять вот этот. Он того стоит. Ребята из Defender даже гарантийный талон положили. Это, я думаю, показатель уровня. Конечно же, у этого микрофона, как и у любого девайса, есть альтернатива. И в основном она находится на Алиэкспресс. Только там надо месяц ждать. Поэтому этот вариант я не рассматриваю. Дорогие микрофоны типа Boya я тоже не рассматриваю. Так как за полторы тысячи рублей он уже не является бюджетным девайсом. А для чего я купил этот дешевый микрофон, вы увидите в следующем видео. Поэтому жмите лайк, жмите колокольчик, и обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Домашний Обзор. Всем удачных покупок. Пока.